Девушки отдыхают Девушки отдыхают Истории самой прибыльной студии Как в плане коммерческих успехов Так и в плане наград и народной любви История знаменитой студии начинается Со звездных войн Ну почти В рамках конторы Lucasfilm Которая принадлежала создателю фильмов О джедаях Джорджу Лукасу Основали подраздел Graphics Group Дело было аж в 1979 году Группа внесла значительный вклад В компьютерную графику Разработала спецэффекты для картин Star Trek 2 И молодой Шерлок Холмс Где впервые персонаж был полностью смоделирован В 1986 году компанию перекупает не абы кто А Стив Джобс Глава Apple И создатель этих ваших айфонов Заголовок меняется на Pixar На студию разрабатываются компьютерные системы Которые поставляются в госорганы Медицинские учреждения И в Walt Disney Studios Однако продажи оставляют желать лучшего Pixar заключает контракт с Disney На три компьютерно-анимированных художественных фильма Сумма сделки 26 миллионов долларов И все же руководство Apple Подумывает сбросить балласт И вероятнее всего отдел мог бы достаться Microsoft Но в 1995 году выходит в прокат Мультфильм «История игрушек» И становится хитом Собрав 360 миллионов Pixar выставляет акции на продажу И в первый же день их цена вырастает С 22 долларов до 45 Затем появляется «История игрушек 2» Анимация разрабатывалась для выхода на DVD Но разрослась и вышла таки в кинотеатрах С неплохими сборами Хотя Disney как менеджер проектов Первоначально был против Вопрос о разделении прибыли Встает год за годом В итоге в 2006 году Disney покупает Pixar За 7,5 миллиардов долларов Для сравнения В 2009 Disney купил компанию Marvel Со всеми внутренними студиями За 4,5 миллиарда А в 2012 году Мышь приобрела LucasArts И все права на производство картин По «Звездным войнам» За 4 миллиарда Абсолютная сварь! Контракты Pixar составлены таким образом Что несмотря на начальство Внутренний уклад независим И студия самостоятельный отдел Общей корпорации Именно поэтому в начале картины Мы видим их логотип А не только диснеевский Сейчас Pixar славится Оригинальными сюжетами своих мультфильмов Их душевностью У 10 из 12 проектов Есть хотя бы по одному Оскару В разных номинациях И у 7 Оскар за лучший анимационный фильм Внутри студии сотрудники Открыты к новым идеям Тут не просто делают говорящих животных Говорящих животных Говорящих животных Героями становились Игрушки, муравьи, рыбы Супергерои, тачки, роботы И в случае нового мультфильма Мысли Серьезно? Как они додумались до того Чтобы сделать героями мысли? Сигналим дальше А, Райли Как дела в школе? Заживай всегда в тему И вот на это мы променяли Бразильского пилота Режиссер головоломки Пит Доктер Считает, что его картина Не только для детей Но и для взрослых Сюжет появился Благодаря его дочери Когда она в 11 лет Из непоседа Превратилась в относительно Спокойного ребенка Доктор задумался Что же происходит в ее голове? Так и родилась идея мультфильма Райли Ты не заболела? Сэр Она глаза закатывает Ладно, демонстрация силы Кулаком по столу хотелось бы В российском варианте Эмоции озвучивали Звезды кино и телевидения Дмитрий Нагиев Гнев Владимир Епифанцев Страх Обрезгливость Ксения Собчак Ой, она очень похожа на меня Во многих вещах Крутые девчонки Зашептались Я же страх Я же ужас Летящий на крыльях Кошмара Нет! Делай вид, что проглотил язык На! Ешь! Я в гневе? Да, только у меня еще слюни летят Длительность мульта Всего полтора часа А его производство С момента ранних работ Заняло около пяти лет Оценить столь огромный труд Можно уже сейчас Все новинки смотрите В кинотеатре Руськино Суздальский проспект Дом 8 Телефон для справок 400 004 Путь компании Пиксар Был труден и тернист Но большинство зрителей Об этом даже и не подозревают Ведь для них заметен Лишь результат И он, как всегда, потрясающ Это было Крутое Кинцо Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok